оттолкнуть не добрый путь как говорит Игорь лесник тайм-триал кто бы знал друзья что я буду заниматься распаковкой новой байдарки от компании тайм-триал которую я себе приобрел название вы ее уже видите в описании в названии к видео поэтому что тут гадать будем распаковывать и смотреть что здесь у нее есть на самом деле то что сейчас вот я традиционно то есть все лодки свои испытывал вот в этой вот стоячей воде как бы водоем очень подходящим а супруга уже поет издалека долго течет река волга какая тут волга на волге сейчас теплее намного а у нас осень и возможно сейчас пойдет снег я не удивлюсь если меня там скажем испытание моей байдарки новой будет под первым снегом но как я распаковываю ее и снимаю стреч пленку со скотчем наверное не очень интересно поэтому давайте так следующий кадр вот мы и достигли счастливого конца вот друзья стреч пленку сняли осталось снять вот этот мешок я на самом деле не знаю в чем байдарка упакована в рюкзаке в сумке потому что бывает сумки конверта бывают рюкзаки о мне по моему повезло с рюкзаком но друзья знаете я не знаю как весом в 20 килограмм короче ходить с рюкзаком я не знаю что в этой байдарки может быть я могу еще в этом году и сходить куда-нибудь там сказать по бурляшка маленько прокатиться но таким легким так сейчас будет сразу тест как этот рюкзак одевается я правда я еще не знаю что там положено вообще лод насос там есть или что-то еще нормальные такие сделаны системы как быстро сброс вот тут карманы под весла утяжки можно весла вставить да и спокойно топать можно рюкзак так поднимать за верх можно как сумку блин чемодан классный мне нравится так здесь что у нас сейчас разверну в камере вот такие вот утяжки о замок лиги угли гоника как гуляет так и вот здесь транспортно еще снизу ручка вообще сумка классная я прям уже начинаю балдеть от одной сумки только сейчас ее на себя одену как туристические рюкзаки с колена одевают знаете чтобы не надо рваться это если кто не знал как одеть правильно туристический рюкзак учитесь сейчас у меня пока я вам это показал так о в принципе лямки такие плотные все это подтягивает и я думаю что километра три-четыре если сильно хочется задолбаться то можно задолбаться классный рюкзачок мне нравится я просто знал что еще сумки конверты бывают а то рюкзак но кстати нет спину он все равно перетягивает подвешивает поясной лямки не хватает такой ну для идеала чтобы все на бюдрах лежал больше весь все 20 килограмм висят на плечах и так погнали с распаковку но здесь можно было фастексы конечно сделать это дело вот неудобно будет но ты можешь привычка такая рюкзачная что на рюкзаках должен быть фастексы вообще лямка прошита это материал такая но прочная мощная вообще здорово и вообще я так посмотрел что вот эту сумку но ее можно использовать наверное как в нее вещи накидал и попер которые но не важно что не промокнут не промокнут то что сумка все равно промокаемые замки не гидроизолированные так что у меня тут сразу сидение из аирдек фиштрон для байдарки вега обзор на него я сделаю отдельно и сейчас я пока его не буду накачивать почему потому что я хочу попробовать эту байдарку но в стоковых вариантах фиштрон показал а это вот стоковое сидение так ближе подойду вот липучки которые клеятся на дно сейчас эти липучки ответную часть на дне вы увидите так моток заплата крем набор вот заплатки изолентой смотаны но это нормальное дело мне они сейчас не принципиально потому что я с собой взял заплаток баночка тайм-триал с телефоном от тайм-триал телефон это я не знаю телефон спасательных служб тайм-триал то есть если я где-то в тайге что-то сделаю там прокалюсь перевернусь они приедут ко мне на помощь если я позвоню в питер по этому телефону но на самом деле это просто контактные данные сайта но на ремноборе меня это насмешило он кстати запакованный герметично это признак того что никто не пользовался сейчас я буду вскрытие производить при вас елки иголки такая большая банка а тут клей полиуретановый прикольный клей и ключ под клапан и адаптер под клапан накачивания и все все удовольствие в этом ремноборе ночью ну у меня ремнобор раскомплектованы кто не видел видео про то как укомплектовать ремнобор для надувной лодки пвх там ссылки вот там ссылки будет видео обязательно для вас документ паспорт на лодку с подписями заводской номер адреса все дела ттх на самом деле лодка как вот и предыдущая молотка хопер она тоже сделана по спецзаказу с моими эксклюзивными заморочками почему это вега спорт вега 1 у спорт я потом наверно дальше расскажу когда вот на воду спущусь если вдруг спущусь сегодня на воду вообще башки ну холодно на улице видели да там четыре градуса ее данные длина 410 ширина 85 такой узкой лодки у меня еще не было я немного очку и перевернуться на ней мало ли что количество надувных отсеков три ну правильно два борта надувное дно толщина дна 12 сантиметров нифига себе сапборд грузоподъемность 320 но на самом деле я вот насчет 320 килограмм сильно сомневаюсь у меня была переписка с менеджерами тайм-триал и мы там как раз считали обсуждали грузоподъемность может быть 320 есть но как говорят байдар владельцы байдарок вега в своих обзорах что пустая вега это одна лодка накачанная ой загруженная это совершенно другая что-то комплектация байдарка упаковка ремнобор сиденье бедренные упоры волноотбойник это кто сейчас выясню паспорт изделия штука так все раскидал продолжаем распаковку собственно говоря сама байдарка я раскладываю и смотрите что здесь происходит тут написано походный бабайка почему байдарка green grey эдишн ну потому что она зелено-серая какая она прикольная вега но это логотип на всех байдарках вега то есть а дальше то как ее раскладывать куда где у нее начало как-то сложена а она сложена пополам ее надо раскинуть она еще слежалась пока ехала липучки друг с наверно ее раскладывать накачиванием что ли первый раз так клапан здесь запрятан это клапан накачивать но а это капа клапан который предотвращает ну в общем сброс избыточного давления если вы ее вдруг перекачали байдарку он должен стравиться а у меня есть манометр я сейчас могу за одной проверить насколько стравливается эта байдарка если манометр конечно подойдет сейчас сюда в этот клапан но вроде защелкнулся и вот друзья есть еще одна вещь которая мне не нравится но не сильно вообще сильно не нравится это клапана вот здесь один и вот там другой под этим фартуком задней части байдарки кстати вот дно и надул на 025 рабочего давления ну как бы я всегда байдарку 025 выкачая клапан не сработал так что до срабатывания клапана качать не надо это он вас предохраняет они показывают где уже все а это вот липучки как раз для крепления сидения просил делать байдарку ну как и прошлую свою байдарку универсальная для пвд двухместную но бедренные упоры понятно сделаны только под сплав в одного человека но это логично здесь схема такая с удержкой спинки ну в общем это шило такое чем не знаю как я с этим буду справляться нужно вот это колечко продеть я долго разбирался вот в это колечко продеть потом я так понимаю что ну обычный самосброс вот чё не сделать фастекс и кстати поводит урала переделал на фастекс такие крепления я не буду заморачиваться наверное пока так и как-то это должно еще вот это же должно натягиваться да с этими веревочками пока ты разберешься но ребята из тайм-триала когда им говорят зачем вы столько лишнего ложите они говорят совершенно справедливую вещь что лишнее можно отрезать а если не хватит вам под ваши задачи и хотелки это уже беда я впервые погружаясь в ло на этой байдарке мне нравится что кокпит глубокий вообще просто глубокий кокпит и широкий ухты вот эта песня вот это я скажу вам кайфушки сейчас я бедренные упоры расслаблю я представляю как этот с бедренными упорами такой ай мама кстати говоря вот по поводу того что говорят она опирается на баллон в воде ну не знаю насчет в воде но на земле вот она упирается на баллон я на нем встал и не переворачиваясь но ощущение интересные борта высоко мне это не совсем заходит наверное потому что сейчас буду посмотреть как это грести веслом я буду локтями стукаться если сидеть на полу ну я кстати говоря переживал что на полу будет сидеть плохо поэтому заказал себе фиштрон но здесь сиденье спинка высокая это офигенно удобно я еще просто не знаю на какое давление накачал сиденья в нарне докачал чуть-чуть но прям классно если сзади герму еще бросить будет бомбически вот как здесь вдвоем размещаться я не знаю мы наверное вдвоем здесь увидим летом как размещаться собственно чем отличается байдарка вега и вега спорт просто раз два три 4 5 но узенькая у веги простой 7 таких же переборок то есть получается но шире вот настолько если вы на самом деле вот не уверены в себе вегу спорт не берите я себе взял вегу спорт потому что я в себе не уверен но меня гложет спортивный азарт я взял весы сейчас я взвешиваю на самом деле сколько она вот весит в снаряженном состоянии просто вот сухой вес то есть сиденья стоит и сама байдарка сейчас вес зафиксировался в килограммах вот такой чтобы не быть голословным 17 и 3 итак друзья в байдарка вега спорт 1 у впервые чувствует воду а я забыл одеть сапоги я сейчас еще вернусь сюда но прям хочется уже прям хочется сесть и прокатиться так веселка вот к сожалению да то есть я просил крепление весла сделать грибок его не сделали а может быть к лучшему потому что я потом просто приклеить другое крепление весла так мы будем сегодня сейчас кататься на 2 байдарках супруга на моем старом хопри теперь он ее ее а я вот на этой вот лодочке да блин устойчивость такая себе садится в нее ногами можно ну кстати можно а я прям сразу чувствую насколько она такая келячая лодочка идет она примерно и разворачивается как мой хопер когда он со скегом вот но друзья я сказал что остойчивость у нее такая себе но вернее к ней надо привыкать конечно сижу тут как в барже уверена кто говорил что против ветра она идет плохо вот я саду поперек ветра она идет очень хорошо но смотрите то есть вот это вот делается легко но опять же я опираюсь я чувствую прям упор на баллон и она не сказать не соскальзывает да здесь колено упоры нужны то что я сделал ее в двухместном варианте наверно напрасно потому что да если кто сомневался что упор на баллон работает он работает вот я наклонился уперся подо мной нету дна вот если что тут наклонился уперся и не опрокидываясь так что нормально все но вот это вот положение конечно она требует какой-то сноровки сейчас буду тренировать сноровку а первое впечатление о байдарке вега 1 у спорт но как я уже наверно говорил и половина записи у меня не сохранилась на аудио байдарка не для новичка то есть я пару раз но мне на ней пару раз было страшно сегодня у меня супруга сейчас еще попробует хопра пересядет на нее да и и подкачивает ощущение похоже как я сплавлялся на сплаве на лохове 360 очень сильно похоже но там совсем килеватое одно было здесь одно хоть не килеватое она плоская на полу сидеть наверное такое себе но как мне говорили менеджеры что это просто не зря и зря я заказываю фиштрон потому что центр тяжести поднимется но не знаю фиштрон потом одену и буду пробовать с приподняться м центром тяжести но пока ощущение двояки вот осадка у нее кстати говоря нормально мы пошли по мелководью там где я проходил на других байдарках вообще нет проблем ничего не цепанул это хорошо что никелеватое одно но опять же до привыкнуть к ее валкости вот к этой и в принципе нет никаких проблем как я уже показывал да что на борт она опирается стоит спокойно никаких проблем с этим нету не переворачивается и чтобы перевернуть но наверно надо постараться если она будет загружена она вообще присядет и еще все равно но наверно до конца видео досмотрите я сложу какое-то свое впечатление о байдарке вега 1у спорт что-то у нас сегодня съемки байдарки все как-то с кем-то накладно наложениями с накладками то у меня выключился диктофон я не знаю там по половине записи не сохранилось придется как-то монтировать то еще что-то все к одному но наверное новая лодка она не без испытаний вот сейчас перекусим пойдем на тот берег супруга у меня попробует на ней не перевернуться и оставить свое впечатление про эту лодку хотел коперку и ну понятно тут как на велосипеде вот там вот впереди супруга пробует бегу вроде не напрягается мы догнать не ведь уже лопат приходится прилегать на весла сейчас уже сумерки видите по ночи уже солнце давно зашло идем как можем